Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины, и сегодня я хочу вас познакомить с одной из самых главных традиций в Аргентине. Это традиция гаучо. Итак, сегодня мы с вами отправляемся на самое настоящее ранчо, чтобы погрузиться в сельскую жизнь Аргентины. Итак, поехали! Самая яркая страница аргентинского фольклора и культуры основана на традициях гаучо. Кто такие гаучо и как они живут сегодня? Лучше всего можно узнать, посетив ранчо, где они не только продолжают вести привычный для них уклад жизни, но и знакомят всех желающих со своей культурой. Одно из таких ранчо я и посещаю регулярно со своими туристами, чтобы знакомить с культурой гаучо. Если говорить всем понятным языком, гаучо – это аргентинские ковбои. Но, в отличие от североамериканских братьев, это не только профессиональная деятельность. Аргентинские гаучо – это этническая группа, сформировавшаяся в результате браков испанцев с индийскими женщинами в основном племен Мапучи, Гуарани и Тупи. В XIX веке гаучо составляли большинство сельского населения пампасов, занимаясь выпасом коров и ведением сельского хозяйства. Считается, что первые гаучо появились в XVII веке и были в основном молодыми креолами и метисами. Гаучо – великочевой образ жизни и свободно жили на землях от Северной Патагонии до Южных провинций Бразилии, от Атлантического океана до Ант. Формально гаучо не подчинялись абсолютно никакой власти и пасли скот на землях, которые были колониями Испании и Португалии. Они свободно пересекали границы. Гаучо имели собственный фольклор, специфическую одежду, произношение, привычки. В XIX веке гаучо составляли большинство сельского населения пампасов, занимаясь выпасом рогатого скота и сельским хозяйством. Чарльз Дарвин так описывает гаучо – они имели длинные волосы ниже плеч, лицо черное от ветра, фетровую шляпу, черепу, широкие мужские брюки из одного куска ткани и сапоги из кожи лошади, длинный острый нож за спиной, который держится на ремне, и едят обычно жареное мясо, иногда добавляя в него мате и сигареты. Гаучо обычно изображают худыми, сильными и подвижными, преимущественно молчаливыми. Речь гаучо представляла собой смесь архаического, испанского и индейских языков с примесью португальских слов. Во время моих экскурсий на ранчо Гаучо день проходит очень активно. Это купание в бассейне, катание на лошадях, на телегах, на зипперах, наблюдение за животными, ну и, конечно же, аргентинский фольклор и традиционная мясная осада. Во время экскурсии на ранчо Гаучо можно заглянуть абсолютно во все уголки этого поместья, вот как, например, в этой комнате можно познакомиться с традиционными костюмами Гаучо, познакомиться с элементами их традиционного быта. Вот в таких навесиках они принимали пищу, пили традиционные маты. И во все времена наибольшими ценностями Гаучо считались храбрость, верность и гостеприимство. И поэтому сегодня они с большой радостью принимают туристов, чтобы познакомить их со своим образом жизни и, самое главное, хорошо накормить, потому что мясо на открытом огне – это главное блюдо в традициях Гаучо. Посмотрите, в каком количестве они его готовят, а потом с радостью угощают своих гостей. Восп לי하겠습니다! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И любая трапеза у гаучо заканчивается напитком мате, который стал практически символом гастрономии Аргентины, так же как и мясо, приготовленное на открытом огне, и все это пришло в культуру Аргентины именно от гаучо. Гаучо невозможно представить без лошади. Ну какой пастух без лошади? Не будет же он пешком бегать за коровами? Поэтому во все времена гаучо были искусными наездниками. И до наших времен сохранились некоторые традиционные забавы гаучо. Все они связаны с мастерством верховой езды. Давайте же немного посмотрим на это искусством высшего пилотажа. Но хорошо, это было просто. ВСЕЛАЯ ВСЕЛАЯ Гаучо ВСЕЛАЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 а также жду вас на моих авторских экскурсиях по Буэнос-Айресу и Аргентине. Всем пока-пока, с вами была ваша Елена Вивас.